ВСМ 400 км в час пока только в теории скорость Сапсана и Ласточки на участке от Масковой до Нижнего пока не превышает 160 км в час. И назвать их высокоскоростными поездами язык не поворачивается. Впрочем, железнодорожники пообещали до конца текущего года время в пути Сапсана сократить, а в перспективе даже построить магистраль, которую свяжет Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. По расчетам, время в пути от пункта А до пункта Б составит 3,5 часа, то есть ровно столько же, сколько сейчас Сапсан добирается из Нижнего в Москву. Для этого даже создали ассоциацию регионов-участников проекта высокоскоростной магистрали. Я подписи от Нижегородской области поставил, буквально в течение короткого времени все остальные поставили. Начнем работать. Планируется, что в Нижнем Новгороде появится крупный интермодальный центр, а станций будет две. Одна на вокзале, вторая в районе аэропорта. Здесь будет транзитный узел. В случае, если проект будет реализован, аэропорт выйдет на новую ступень своего развития. Мы рассчитываем, что минимум 5 миллионов пассажиров ВСМ дополнительно привезет к тем нижегородцам, которые сегодня летают. Поэтому мы считаем, что к 2020 году, в случае, если в 2018 году, например, ВСМ запустится, то рубеж в 10 миллионов будет сложный и того в аэропорту. Ну, в общем, достаточно реализуемый. Затраты на строительство высокоскоростной магистрали оцениваются в 3 триллиона рублей. Даже инвестсовет Нижегородской области за все время своего существования проектов на меньшую сумму одобрил. Вопрос, где деньги взять, витает в воздухе. Китай вроде бы пообещал вложиться, но обещать не значит инвестировать. Журналисты поинтересовались, зачем тогда нужен такой центр. Информационный центр – это такая же часть реализации проекта, как финансирование, как технологии, потому что один из главных рисков – это риск общественного. Я по-простому говорю, да, для чего нужен проект, чтобы распилить деньги. Вот же год мы назад, как говорили, давайте своими словами называть. Это не для этого нужно. Ясности ответ не добавил, но в конце концов в Нижнем появилась новая традиция открывать то, чего нет. На днях же открыли в городе памятник дяди Степе, которого тоже еще нет. Ким Андреев, Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ.